Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Алекс Соловьёв. Сегодня в программе Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Отечественной атомной промышленности 75 лет 18 августа прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Главе Десногорска Андрею Шубину доложили о текущей эпидемиологической ситуации Так, на этот день по области зафиксировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом Итого 5962 случаев заражения нарастающим итогом В целом на Смоленщине ситуация с COVID-19 остается благополучной, как в частности и в Десногорске Коффициент распространенности инфекции 0,7 Свободный коечный фон 80% составляет И показатель тестирования на 100 тысяч населения 185 И все показатели соответствуют третьему этапу, на котором мы и находимся Согласно третьему этапу снятия ограничений Разрешено проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий С присутствием граждан до 300 человек Ранее было 250 Остаются под ограничение развлекательные и зрелищные мероприятия С сочным присутствием граждан Курение кальянах Но обязательно, конечно, нахождение граждан Смоленской области в общественных местах В средствах индивидуальной защиты Глава города Андрей Шубин Акцентировал внимание на одной из зон отдыха А именно у так называемой стенки Пользуясь повышенным вниманием отдыхающих Это место становится и свалкой бытовых отходов Убирают которую волонтеры и неравнодушные граждане Заниматься дисциплиной отдыхающих Будут городские службы и полиция Одна из самых перспективных отраслей энергетики В которой наша страна занимает лидирующие позиции Сегодня отмечает 75 лет 20 августа 1945 года Руководство СССР Приняло решение об организации спецкомитета И первого главного управления Для проведения работ по ядерной тематике К этому приурочено и обращение Главы Росатома Алексея Лихачева Который обозначил основные достижения Атомщиков за последние 75 лет И глобальные цели на будущее Мы поставили перед собой амбициозную цель К 30-му году стать глобальным технологическим лидером Не только в ядерных технологиях Но и в сознании новых материалов Возобновляемой водородной энергетике В ядерной медицине Будем расширять нашу продуктовую линейку И развивать бизнес за рубежом У нас появились новые направления Обеспечение круглогодичной навигации в Арктике Решение накопленных экологических проблем Организация работ по созданию новых материалов и веществ Занимаемся цифровизацией, искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями Мы разработали комплексную программу развития атомной науки и технологий Которая по сути является 14-м национальным проектом Указ о ней уже подписан президентом Наши приоритеты в среднесрочной перспективе Двухкомпонентная атомная энергетика Замканный топливный цикл АЭС малой и средней мощности Плазменной технологии И термоядерный синтез Но главное, мы по-новому выстраиваем работу с людьми В центре научных, образовательных, социальных проектов Должен стоять человек Работник Росатома Тогда у каждого из нас будет возможность реализоваться на все 100% Раскрыть в полной мере свой интеллектуальный и человеческий потенциал В этот же день, 20 августа, дань памяти была отдана и Ефиму Павловичу Славскому Памятник которому открыли на улице Большая Рдынка в Москве В сквере у центрального здания госкорпорации Росатом Так называемый атомный министр Выдающийся деятель атомной промышленности Славский стоял у руля отрасли почти 30 лет По словам Алексея Лихачева Ефим Павлович Славский Это тот стандарт, на который должны равняться нынешние сотрудники отрасли В конце выпуска о погоде 21 августа в Десногорске ожидается дождь Температура днем плюс 20, ночью плюс 13 На сегодня выпуск завершен Оставайтесь в компании Десна ТВ Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин